Привет! Это 14 серия Чародеек. Точнее, мы, которые смотрим 14 серию Чародеек со своими неуместными комментариями, каждые 5 минут останавливаем, потом опять смотрим кусочек мультика, потом опять что-то говорим. Вот примерно так мы и будем двигаться. Если вы хотите посмотреть мультик, то тогда вы просто вбиваете Чародеек без озвучки дебилов, и вы как раз получаете цельную дорожку, наслаждаетесь ей. А здесь мы смотрим вместе, угораем и пишем комментарии, не обязательно самые сладкие. Так что все, сегодня 14 серия, Нериса сходит с ума вообще окончательно и начинает поглощать разум Кэссиди и всех остальных. И как зовут этого чувака с великолепной золотой маской? Шеган. Какой-то вы значительный мужчина. Значит, новые слуги Нерисы рыцарей гибели напали на вас страшницы. И нам это. Я не предвидел это, Нерис ослабила мои праведческие способности. Лишь мне... Ой, да ты вообще ничего не понимаешь. Каким образом? Как будто до этого ты привидел это. Как будто ты что-то мог. Нет, ну серьезно, что ты предвидел? Ну вот хоть какая-то польза, которую ты нам показал за второй сезон, ты хоть что-нибудь показал? Нет? Я просто не помню. Может быть, я что-то упустил? Не-не, я тоже не помню. Все бесполезный хер какой-то. Медитация вскроет истину. Не спешите. Мы готовы ждать. Нет! Вы вернетесь на Землю. Пока Оракул не вернул свой дар, вы станете глазами совета. Ну вот. Я прям вот слышу, как надрывался автор. Нет, там Нериса пытается ее голосом говорить. Это потрясающе. Вот даже непонятно, насколько гениален человек, который это озвучивал. Он показал, как Нериса пытается ее на последнем взбоке или он сам задохнулся? Нет, он показывал, как Нериса. Я хочу как-нибудь выделить время и сделать большие титры или посвятить видос всем людям, которые подарили нам детство. Ну, по крайней мере, детство, которое они озвучили. Вот теперь я буду мучиться, если моргну. Ох, я совсем забыла про благотворительную автомойку. Корнелли умеет лишь одно – тратить деньги. Согласна, но отец настоял, поэтому я и вас записала. Белла! Ах, снова на Кондракаре. Как красиво и как мирно. Но это поправимо. Снова на Кондракаре? Я... Так, подожди. Ну, это в нём говорит Нериса. Я не знаю. А он был на Кондракаре, да, Витя? Нет. А Мэтт? Мэтт был на Кондракаре? Может быть. Может быть. Я не помню. Там какая-то сходка была. Просто если это вселившееся сознание новое, оно как будто бы Нериса создаёт или из призраков, или сама наделяет сознанием. Просто такое ощущение, что у неё есть память. Мне кажется, просто Мэтт там был, и поэтому он так сказал. Может быть. Подвластны нам и фламя, и вода, и воздухи... Как насчёт это тоже пропустить? Ты чё? Они сожрут нас потрохами. Ладно. Они убьют нас. Ладно. Конечно, мы пропустим. Я хочу на это посмотреть. Значит, нарцисс. Ну как ты могла... О, чё-то прям у нас шквал потрясающих совпадений перевода и алфавита. Потрясающе. Мне очень нравится. Писать нас мыть машины, даже не спросив. Ведь главное, что с вами я. Ух ты. Просто нарцисс. Меня мама тоже записала. Будет не так мерзко, если вы рядом. Мы устроим морской бой. Ладно, но учтите, я вас замочу. Это прям реально интересная штука. Уже не в первом сериале я вижу. Все познания об американских путних школьниц я... Узнала в Америке. Черпаю, черпаю, черпаю. А, что машины моют? Благотворительная мойка. Да, благотворительная мойка. При этом нужно быть максимально красивой. Ну, в некоторых сериалах. Допустим, в дневниках вампира, если ты помнишь. Ну, блин, не буду брать дневники вампира за референс. Вообще идея социализировать школьниц на мытье. Я не только это в дневниках видела. Просто из того, что мы смотрели, я вспомнила сейчас дневники. Мы с тобой имеем в виду. То есть на полном серьезе утверждаешь, что школьницы красиво одеваются? Да. Чтобы мужики какие-то приходили и платили деньги, чтобы именно эти школьницы мыли. Это нормально? Ну, я считаю, нет. Но вот такой прикол. А этот прикол до сих пор сохранился? Я не знаю. Возможно, это выдумано фильмами. Я не утверждаю, что в Америке реально так. Но я видела ни в одном фильме, не только в дневниках. Фильмы, сериалы, куча. Ну, буквально каждый подростковый сериал, который я смотрела, там была такая тема. Моют машины, чтобы заработать деньги. Им нужно быть максимально секси, чтобы пришли какие-то мужики и вот заплатили. А деньги забирает школа? Ну, возможно, какая-то благотворительная акция. Вот, если это благотворительная, тем интереснее. Да, 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 да. Допустим, какому-то на ремонт или какому-то школьнику больному. У нас есть люди, которые смотрят нас из Америки. Пожалуйста, пролейте свет на это недоразумение. Очень интересно. Да. Будем наводить. Выглядит, как чувак в семейниках, а не в шортиках. Да, да. Какие-то максимально трусоподобные шорты. Христоту? О, конечно. Мы все будем. Начните с этой машины. Место занято. Ха-ха. Отец. Классная тачка. Точно. В прошлом Сирии отец приехал. Совсем вроде забыли. Но это было секунду и в конце. Да, да. И легко забыть. Слушай, у нее прямо крутое тачка. Это мама ее? Да, да. Это ее мама? А, молодец. Слушай, ей идет, когда она заплетает волосы. Мать вообще классная. Мать красивая. Красивая. Мать красивая, да. Да, да, да. Посмотрим, кто дома. Предвечную цитадель осаждает враг. Мы все в беде. Ага. А может, когда закончим, я покатаю тебя с твоими подругами? Что скажешь? А, на мытье плевать? Классно. 20 минут прогулки не заменят месяца отсутствия. Его не было всего лишь месяц. А, нет, в смысле, что месяц уже его не было. Развелись-то они, наверное, давно. Примечательно, что даже родители участвуют в этом благотворительном помощнике. Ну, ущельяются. Ты же знаешь, как я думаю, что на самом деле в Америке это просто реально такая благотворительная акция. Типа просто дети моют машины, школьники. Просто в сериалах это подано, ну, это как-то сексуализируется. Да, да, да. А может быть, ну, бывает такое, что некоторые школы перебарщивают. Вот, допустим, утренники или какие-то выступления на 11 класс, и там начинают танцевать пчелки жу-жу-жу и тверкывают своими попками. В общем, вот типа такого. Потом смотрим на все, и думаешь, такая дичь, там чайничек наливает в кружечки. Не говори, что ты это не видела. Ну, пчел видела. А чайник, самовар, который наливает всем в чашку. Там мальчик, переодетый в самовар, у него здесь вот эта штука, и он наливает. Пожалуйста, никто и не видела. Видела? Нет. Посмотри пятно. Возьми губку и отмой сама. А почему Кармелия не моет, я не понимаю? Сама всех записала, сама стоит не моет. Это что такое? Ну, я не знаю, тебе надо спросить. Ты себя с ней отождествляешь. При чем здесь это? Ну, что ты только лучше от нее хочешь взять? А вот эту часть? Кважу. Еще одно. Ну, никак без меня. Щетка, корни, корни, щетка. Я оставляю вас наедине. Я земля, не забыла? Я могу только испачкать. Я бы помогла, будь я водой. Так держать, молочина наша. Стены долго не выдержит. Спокойствие, Голенор. Бланк призовет стражниц. Да, Бланк призвать. Бланк побежать и призвать. Люба, поддерживай Аромеры. Люба? Вот она, Люба. Вот это Люба. Любовь. Люба-Люба, Никан. Он не должен ослаблять источник силы стражниц. Я прошу, всех со мной. Все-таки это точно или ляп, или просто недоработанная тема, или мы не понимаем, что портал перемещает все-таки и в пространстве, не просто, то есть не между мирами. Так они сейчас Кондракария, а это земля между мирами. Все четко. Нет, смотри, у нас как с тобой работала логика, что он прорезает, и ты получается в том же месте, только в другом мире. А получается, что нет. А получается, что он бы летел бы с высоты и разбился, потому что Кондракар находится в небесах где-то там. Но нам показали, что он упал. И не факт, что Кондракар прямо у школы, да? Ну да, да, да. И нам показали, что он прорезал, как раз тоже упал. Возможно, чтобы мы не заметили. Ну, я, кстати, не помню, потому что комментарии у нас с объяснением этой идеи вообще разнятся. Да. Четкого понимания нет, как это работает. Много человеков. А, он же не может появиться. Много людей, слишком много внимания. Ой, да как будто ему это раньше мешало. Переоденеться в какого-нибудь... Таксиста. Он же в таксиста переодевался. Поехали. Такая дюмаза. Да, но бланк, мастер маскировка. Калибр реально могучий, чел. Ты просто вдумайся. Ты не знаешь, какое последствие будет от этого фоэрболока, который летит в тебя. Он может взорваться. Он может сжечь все. Может, кислота, которая шерстит, просто щитом славит. Он рискует. Вот если подумать, он уже давно был бы мертв. Убили. Сейчас, Тибор. Галенор, побереги себя. Применять былые возможности стражницы без источника силы опасно для твоей жизни. Но я должна помочь. На крепости еще никогда не нападали. Обожаю с утра пораньше чувство отчаяния. Видишь, Аракул взяла у нее чувство отчаяния и отдала ему. Как будто он сам не мог. Она ему помогла. Сейчас мы точно знаем, что это. Ну, Аракул это точно не рису. А Бланк же еще мыться не любит. Да, да, воду. Ему даже, ему даже, он эту кастрюлю на себе надевает даже не потому, что скрыться, потому что от воды нужно. Бланк, значит туфли. Ой! Чш, у нас беда. Здорово. Ну, прокатимся. Девчонки, на Кондракаре битва. А, сперва нужно принести воду, чтобы вымыть машину во второй раз. Наш подарок. Отличная работа. А следующее задание... Стойте. Хвалить нельзя, пока не вымыт салон. Энтузиазм. Стражницы должны оказывать помощь. Нас тут хватится. Эй, Бланку нужны туфли. Ай! Это день нападений на Корнелию. Неприятно, как будто сам на эти крошки наступил. Они босиком пошли. Ну да, они же моются, конечно. Это ужасно, но не все миры вращаются вокруг тебя. Что ты хочешь сказать мне? Мы соратники, а не твои слуги. Битва! У стен цитадели! Мы едины! Пристал! Ты все слышала? Могут ли стражницы защитить крепость, если в них нет гармонии? Как холодить все мышцы? Ну как этот мудрец? Я правда не понимаю. Как они не видят этого? Мудрец не может эту Лину Дианову раскрыть. Я вообще это не могу понять. Ку-ку, ну вы что, серьезно? Ну то есть, ты же мудрейший, просто вот оракул местный, вот правда, вот самый мудрый чувак. Ты не можешь раскрыть Нерису. Ну, очень какой-то слабый персонаж. Не так, как себя позиционирует. Да, еще. О, он обьелся витаминов! Передни же! А, он огромным стал. Так он же напитался. Да, да, да. Я просто не знала, что он растет. А я тоже не знал. Никто не знал. Это было круто. Нет, не надо. Ты уничтожишь меня. Со льдом все гораздо приятнее. Он себе мозги отморозил. Эй, хорошо бы льдышку растопить. Лечу! Корнелия, помоги нам! Или ты только командуешь. А что я могу тут сделать? От земли в воздухе толку мало. Им нужно многому научиться. Очень горько, что ты уже больше не страшница. Она собирает стражницы. Ну, по факту она хочет у девочек забрать. А те две еще где? Понятно, там есть бабушка Хайлин, Янлин. Янлин. Кэссиди есть. Кэссиди уже есть. Сама Нериса. Да. Вот эта девчонка, я не помню, за какую магию она отвечает. Еще одного персонажа не хватает. Еще одного не хватает. Ну, нет. Если упадете, Ирма меня потом упреками замучает. Их осталось трое. Если мы могли помочь. Я могу помочь. Я должна. Я завесу. Завесу. Завеса. Конечно. Завеса защитит цитадель. Но нужна значительная сила. Корнелия завес стальных. По мне никто не скучает. А где девочки? В фургоне их нет. Нет. Кое-кто внушил им, что можно увильнуть от обязанностей. Они пошли воды набрать. Но где? В Карибском море? О, Корнелия, отлично вымана. Да, мне нетрудно вил. Ай, план в жизни не быть таким чистым. Голенов, я не могу оставить Ромеру. Кто защитит источник сил и стражность? Я смогу защитить наш народ. Голенор, как ты м... Ламя выжгла окружавший ее воздух. Она очнется быстро. Нужно спешить. Стражницы еще не очень опытны. Я лучше их. Ты похитишь силу стражниц посреди жестокой битвы? Так, стоп. Это... Там же сила стражниц, она возьмет себе ее. Да, она возьмет... Свою силу обратно. То есть какая-то стражница и силы. Насколько я поняла, она вроде как стражница огня. Так можно. То есть получается сердце Кондракара просто связывается с большим Кондракаром, в котором и находятся сферы с их силами. Да, 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 совершенно точно. Определенно. Ну как бы про это говорилось, но настолько очевидно это не было. Страх никто не победит, если он подпитывает измену. Каждо что-то совершить, даже предательство, чтобы погасить пламя собственного страха. Брежь в доспехах твоей души. Отныне ты будешь служить мне. А, она, видишь, чувства, я не знаю, как это объяснить, но я поняла, что она сделала. То же, что из феноменальная психологини манипуляциями заставляет человека поддаться своим слабостям и на фоне их проникает в сознание. И забирает их волю вообще в целом. Охрененски! Очень мне нравится. Охренеть! Что ж, а теперь пусть мой кристалл поглотит всю мощь Кондракара. Люма! Слушай, это классно. по факту они обычные девочки теперь. Да, они сейчас сдохнут. Скорее всего, мертвые девочки. Вилл! Я ни при чем. Наши крылья, сила, все исчезло. Так верни их! Стражницы, единые! Ладно, не получилось. Как насчет бегства? Кто это? Эй, снежок, расстань! А как это вышло? А, Корнелия в этот момент там пролетала и вся сила ушла в Корнелию? Я ничего не понял. Подожди, я думал, что ее забрала в себе, в сердце, в это впитала Меридиана, не рит. Оно впитывалось и в этот момент Корнелия пролетала. и типа, что? Я правильно поняла? Подожди, стой, дай. Вау! Ух ты! Класс! Да, очень круто! Она как будто еще повзрослела. Да, да, чем больше серы, она такая уже. Я скажу, женщины даже. Это Корнелия? Ну, никуда без меня. Да, Корнелия! На Калеба! У нее все силы. Хотя, это может быть и не Корнелия. Нет, это Корнелия, она пролетала. Говорю же, это свет, как ты ее захватил. Ладно, но может быть, я уже не верю, я уже никому здесь не верю. Но серия называется «Нарцисс». Это про Корнелию. Я понимаю, что про Корнелию, я понимаю, но все равно вдруг это может быть не рис, которая превратилась в Корнелию, чтобы потом... Но, кстати, насчет фразочек, хотя скопировать фразочки, может быть, не знаю. Откуда у нее сила? Не знаю! Айсберг летит на встречу с Титаником! Помоги нам создать завесу. Соедини свою силу с нашими. Не ждала, что ты попросишь. Темная сила! Это... это ты! Ты затаилась среди нас и лишила меня дара. Нариса! Она самая! А это ты пригласил меня в ваш магический круг! Я ждала этого много лет! Честно, вообще не жалко. Его мне не жалко от слова совсем. Когда говорилось про Нарциссу, я подумал, что он такой весь... Мне вообще бесят просветленные засранцы. Они уводят меня максимально в каком-то таком нервотическом каком-то состоянии. Пытаются тебя чему-то в общем-то... Везде обсираются. Крайне везде обсираются. К пор, как ты заточил меня, я жаждала поквитаться. Сладкое мгновение, но пора вернуть силу Кондракара законному владельцу! Мне! Гораздо веселее нападать на него! Веселее! Весело! Отстань, одержи! Она не просто... А у нее же есть сила квинтэссенции. Сила всех. Сила квинтэссенции. Подожди, квинтэссенции. Нет, не квинтэссенция. Там у Ирмы была сила внушать. А-а-а! Да, можно проще это сделать. Я просто подумал, что сила квинтэссенции, они же все на базе квинтэссенции были собраны, то она может использовать их, потому что это... Жи, моя! Давай, корнелия! Ну да, вам легко советовать. Корр, отвлеки ее! Эй, болван! Спорим, не поймаешь? А ты неповоротливый. Калеб! Билл, берегись! Здесь опасно, спрячьтесь. Ведь драться могу только я. Ух ты! Любуется собой, даже принося себя в жертву. Я не могу спасать вас и драться одновременно. Корнелия, что ты задумала? Какая она красивая. Очень, очень, вообще. Волосы просто невероятные. Там вас не тронут! Так не честно! Мы соратники, они оруженосцы! Да что вы можете сделать? Ну, они на фоне, это уже... Ну, это тупо сейчас со стороны. Ну, конечно, тупо, но она бесила их на протяжении сколько, ну, сколько времени. Сейчас она их задницы спасает, да? Она бесила их и была бесячей весь день. Типа, я не буду мыть, блин, я красивая. Но теперь она спасает их задницы. Но, тем не менее, все равно. Тоже пойми, девочек, они такие ненужные уже вообще. Посмотрите, что происходит. Проблема даже не в том, что она их спасает, а не этого против. Проблема, что у нее потом аргументы появятся, она потом не заткнется. Ну, это да. Выбираться отсюда. Уверен? А вдруг Корнелия права? В жизни все бывает. Мы не должны бросать ее. Мы друзья! Вместе мы всегда сильнее. С магией или без. И мы ей поможем. Хочет она или нет. Эй, кристалл теплый. Может, он и не качает силу, но он по-прежнему талисман. Опять здесь моете? Вы же давно... Так, любопытно, а где Корнелия? Она бросила нас. Пошла за освежителем, чтобы тут приятно пахло. Ай! Тш-ш-ш, просто... Они просто вернулись? Они просто вернулись мыть машины. Пока там Корнелия бомбит и дерется с огромными монстрами. А они намывают колеса, чтобы как-то расслабиться. Окей. Мы делаем то же самое, когда смотрим мультики. Они просто сказали, что мы поможем Корнелии. Ага, типа машины будем мыть? Ну, окей. За нее. Да-да-да. В смысле, это помощь. Это даже не вранье. Согласна. Кто-то же должен ее помыть, в конце концов. Ты не узнать, потому что он... эээ, чистый. Нам нужно вернуться к Корнелии. Удачи. Мне мама и так устроит, нагоняй. Вилл, где твои туфли? Нет! Даже самые красивые цветы на холоде хрупкие. А хрупкие так легко сломать. Так я красивая? Извини, Годзилла, у меня есть парень. Да и лед не бриллианты. Ты меня не впечатлил? Значит, питаешься страхом? Так подавись, горячим бесстрашием ледяной болван! Нет! Нет! Корн, Эмбер! Прочь! Кайф! Все происходит! Просто уничтожило! Я кайфовал в какой-то там 10-й или 9-й серии, когда Ирма превратилась в огромную водяную женщину. Вы помните, какой был счастливый, лучший мой день? А сегодня? Сегодня вообще... Сегодня лучший мой день! Корнелия просто офигенная! Осталось только, когда Уилл заполучит все силы. Надо по кругу пустить. Да, все силы по кругу живы. И посмотреть, как это будет работать в максимальном воплощении у каждой стражи. Круто! Я очень красива! Я неподражаема! Столбало! Браво, Корнелия! Успех! Ты так отличилась, что стоит оставить все пять сил тебе навсегда! Сука! Вот мразь Корнелия, конечно! Я думаю, она не согласится! Это она так просто рисуется! Но она не злой нарцисс! Да, да! Она... Хоть... Не знаю, мне все равно нравится, что здесь происходит. Ну, милая, второй раз помыли. Знаешь, этот Коллинз просто гений полировки. Ну, хотите прокатиться? А? Очень хотим! Ее парень, я имею в виду его бывшей жены, отполировал ему машину? Да? Почему нет? Не знаю. Это их работа на данный момент. И здесь не имеет места гордость, да? Вот такие вот все моменты. Ну, бывший мужчик, вот это все. Не знаю. Не будет такого неприятного ощущения. Может, и будет. Ну, что ж, едем. Тони, им поручена работа. Сьюзан, мы ненадолго. Не злись. Стой! Пап, мы в туалет. Что, все сразу? Мы работали с водой. Ступай на Меридиан, и пришли подмогу на Кондракар. Домой! Чистый! Мамот не узнавать своего сыночка! Мамот не узнавать своего сына. Мамот не узнавать своего сына. Я не могу. Хотя я и была бесподобна. Несравненно. Только представь, Корнелия, единственная стражница Кондракара. Я это устрою. Только откройся моей силе. Твоей силе? Ой, мы не помешали? Вилл, как ты тут? Зачем они, если у тебя подлинная сила всей пятерки? Но не знаю, может мыть машины? Или, по-вашему, она сама напряжется? Я, пожалуй, вернусь в команду. Мыть машины одной? Ха, не так уж весело. Ты не знаешь, что теряешь. Или кого. Вилл, поднимись. В сердце Кондракара. Пусть прольется свет истинный. Что? Все это время можно было? Ну ладно, ладно. Ладно, я понимаю. Нужна воля. Нужно захотеть в человека. Это все равно, что человека подозревать. Да. Надо четко. Типа такой, ага, это ты. И можешь жестко облажаться. А это, оказывается, не ты. Всем стыдно вам. Всем пятером. Нерис. Ну их ваши аромеры. Я взяла то, что мне нужно. Ха-ха-ха-ха. Что такое аромеры? Это их силы, кажется. Аромеры. Вот эти шарики. А, ну их ваши аромеры? Да, типа. Аромеры восстановлены. Но Галенор порабощена. Аракул вовсе не Аракул. И мы не можем освободить остальных, пока сердце Меридиана, причина их заточения, не возвращено. Нерисе больше не застать тебя врасплох. Мы больше ее не увидим. Нельзя захватить аромеры силой. А вы их не отдадите. Совета Кондракара больше нет. И боюсь, что борьба с товарством колдуньи теперь полностью на ваших плечах, стражницы. Чудно. Мы свободны. Ты понимаешь, у них не просто меняется облик. Они становятся чуть-чуть взрослее. У них даже одежда меняется. Ты видела, как у Корнеля? Да, да, да. Немножко плечи открылись, грудь. То есть ты такой... Абсолютно, я это видела. Это прям конкретная уже девушка. Не просто какая-то там стражница, подросток. Это было бы классно. Я прям реально уже начинаю жалеть, что нету третьего, четвертого, пятого сезона. Наверное, это получило бы какое-то продолжение. Потому что сейчас, по идее, они вообще дети. Да, а при кей взрослая жизнь, работа. Со школы слинять? Ну, легко. С работы? Или когда у тебя муж землянин, и он не в курсе? Или потом как-то становится в курсе? Короче, это очень интересно. Даже интересно, если в курсе. Потому что это её работа, и надо как-то делить, надо отводить ребёнка. При этом ей нужно спасать другие меры. Это вообще был бы офигенный замес. Почему мы вообще всё ещё вместе, если ты не дома? Ну, короче, перевести это всё на взрослую мораль. Да, да. Было бы классно. Ну, вот интересно. Они же до какого-то время стражницами. Прям долго. Ну, пока зло не победили, я так понимаю. Ну, смотри, бабушка Ян Лин, она когда дала значок и пистолет на стол? В каком возрасте, интересно? Ну, в молодости лет, может, в 30 где-то. Потому что, как бы, её дети не в курсе же. Ну, видишь, в чём дело? А получается, столько лет не было никого в роли стражницы? А не было, потому что, наверное, сильные угрозы. И только когда Фобос начал замышлять насчёт Элеона... Фобос очень давно провёл. Да, но это было не так, может быть, губительно. Но когда он решил завладеть сердцем Меридиана, то есть Элеон, захватить её силу, сила сразу неспробудилась. Нет, 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 вся эта заварушка, что удивительно, вся эта заварушка с Элеон, она была ещё целых 11 лет. То есть Фобос пришёл к власти... Да, но Элеон была в безопасности, на Земле всё было хорошо, а он там просто порабощал Меридиан. И это не активируется... Ну, да, да. А он... Ну, Саш, всё было более-менее нормально, потом он повзрослел, и такой, ну, всё, надо убить Элеон. Но что самое интересное, когда на Меридиане воцарился мир, стражницы не скинули свой пост, они продолжили... Потому что Нериса в это время уже была на свободе. И она угроза. Дело в том, что это определяет вот этот совет. Нет. Мне кажется, сила сама. Этот кристалл сам пробудился. Да? Это так работает? Ну, помнишь, в первой серии он сам как-то засиял, и бабушка Халень такая, ой, всё, пора. Да, я помню, что он сам засиял. Да, ладно. Надеюсь, вы объясните, где отсутствовали полдня. В наказание помоете школьный автобус. Снаружи и внутри. Фу, что в нём творили? Стойте! Это всё я. Сбежала, а они прикрыли. Но теперь я готова поработать. Не наказывайте их из-за меня. Что ж, остальные могут идти домой. Что вы делаете? Помогаем. Но... Эй, мы соратники. Они дезертиры. Как мило. Эй, а кто-нибудь видел мои туфли? Они команда. Корнелия всех отмазала. Они пришли ей помочь. Милые финалы у нас в последнее время очень трогают девушку. Мне прям интересно. Правда, вот эта вот вся гиперкорнелия какая-то. Вообще очень нембовая тётечка. Я прям не знаю даже, что думать уже. Да. Буду вспоминать её лучшие моменты жизни. Да, прям вообще. Красивая девушка. Так, ладно. Вы какую-то там 17-ю серию или 19-ю нам ставите в пример, что это просто разрыв всего на свете. Учитывая, как развиваются события. А сегодня какая? Учитывая, как развиваются события, мне прям даже нравится. Не, очень круто. Очень прям. Я сейчас реально думаю, первый сезон вообще как мы смотрим. Вообще ни о чём. Да. Сплошные филеры какие-то. Он реально очень интересный. Не, интересный. Ну, на фоне. Но сюжет реально начал развиваться буквально в последних сериях. А тут он прям с первых серий прям прикольный такой. Ну, с появлением нериса вообще вся вот эта история. Тут тоже есть филерный момент. Есть, есть. Но они тоже, во-первых, интересненькие. Во-вторых, их не так много. Ну, да. Надо быть не голословным, что прям первое неинтересное всё равно. Не, интересный, конечно. Ладно, в любом случае. Пишите, что думаете. Обязательно почитаем ваши комментарии, которые не включают в себя ругательства и оскорбления. Все остальные мы обязательно читаем и даже лайкаем. Спасибо большое, что посидели с нами. Это потрясающий сериал. Мне нравится, как он развивается. Обязательно ставьте лайки под этим видео. Оно попадает в рекомендации к другим людям. И сюда приходят как и хорошие люди, так и хейтеры. Всех ждём. Половину заблокируем. Пока. Пока, ребят. Пока, ребят.